А в Херсонесе на выходных лепили из глины и стреляли из лука. Детективы прошлого, археологи отметили свой профессиональный праздник. Гости заповедника смогли насладиться выставками, конкурсами костюмов и поучаствовать в мастер-классах. Секретами своей работы исследователи поделились с Анастасией Соленек. Татьяна Яшаева с историей на «ты». Она археолог с почти 40-летним стажем и продолжает копать до сих пор. На вопрос, не надоело ли, отвечает «это как наркотик» и вспоминает свои первые раскопки. Конечно, первые раскопки были студенчестве. Я так понимаю, что, как и всех студентов, ставили на то, что не жалко. Но, тем не менее, какая-то железка была найдена, она меня привела в такой восторг. Я ее зарисовала, своим друзьям отправила письмо, и все очень долго обсуждали, что же это могло быть. Теперь она уже сама руководит экспедициями и смело разрушает любые стереотипы. Говорят, что у археологии не женское лицо, дескать, не женское это дело. Почему-то всем кажется, что если женщина археолог, то она обязательно с киркой, с лопатой. Там полная тачка, которую она должна вести. Ну, разные виды работы есть. В этот день археологи показали плоды своих трудов, свои находки. Бронзовые изделия из средневекового Херсонеса. Иконы, предметы быта и украшения. 12-летний Александр – ярый поклонник древнего оружия. Если бы я жил в средние века, я бы использовал эти наконечки для ножей. А эту экспозицию посвятили тем, кто в годы Великой Отечественной сохранил памятники Херсонеса. Документы, фотографии. С каждым годом коллекция пополняется. Очень интересные у нас фотографии. Мы впервые узнали о том, что здесь было в Херсонесе с позиции немецких частей. Потому что мы не знали, где что располагалось. Мы узнали, что в соборе находилась ремонтная мастерская, где были гаражи, где находились офицеры, где находились солдаты. А эти ребята переносят всех желающих в атмосферу средневековья. Предлагают примерить доспехи и костюмы. Причем изготавливают все самостоятельно. Я итальянец, я ремесленник, который иногда одевается в доспехи и боюет за кого-нибудь из вельмож. Подарок для гостей – занятие в древнегреческой школе. Тут научишься и делать закладки в античном стиле, и лепить из глины. На самом деле боюсь, что она оторвется. Да. И все испортится. Более воинственных гостей учились в стрельбе из лука. Сергей занимается этим всю жизнь. Дает уроки всем желающим. Берем лук по центру, там, где положено. И главное – управлять стрелой. Должен управлять стрелой, а не она помыкать побольше. Кладем ее на прорезь, попадаем сюда, тремя пальчиками, на подушечки и натягиваем. Всем, кто с первого раза попал в цель, полагается приз – еще один выстрел. Научиться стрелять из лука может каждый. И желающих собралось достаточно много. Но попасть в цель не так легко, как кажется на первый взгляд. Огонь. Археологов поздравили и севастопольские барды. Гитара прозвучала на сцене античного театра. Ойся, ты, ойся, а ты ж нас не бойся. Ты с Эрмитада, ты не беспокойся. Анастасия Соленик, Анатолий Кук, со времен новостей, Севастополь.